привет ребята сегодня в этом видео хочу рассказать о своем карбюраторе с лодочного мотора 9 и 9 марлин я на нем проходил три сезона ни разу его не разбирал ни разу не снимал даже и вот что-то нынче зимой думаю пока до сезона еще далеко посмотрю все мой разобранный карбюратор этот все по баночкам разложил чтобы все было вкратце мне надо будет отвертки и вот такой от лак это лак для ногтей у жены взял то нам тоже пригодится болтики тут все в комплекте лежат на их маленько по баночкам рассортировал открыл короче камеру и поплавковую она в принципе это было чистое вот сам карбюратор заслонку и пока сниму этот раскрутил весь это поплавковая камера здесь стоит у наш жиклер вот этот жиклер так и не мог вывернуть пробовал всякими разными отвертками нафиг продул не стал трогать здесь стоит у нас эмульсионная трубка и тоже жиклер здесь потом ставится резиновая заглушка на этот жиклер вот мне что интересно было короче сейчас буду показывать в первую очередь я короче снял и вот в этих вот местах были раковины такие это получается уже в карбюраторе смесь смешивается с воздухом и через эмульсионную трубку уже подается сюда в цилиндры смотрите я вот здесь все отполировал ну конечно тремя там видами наждачки всяко разному отполировал вообще до блеска там внутри тоже все отполировал и получается но снимите может кому будет интересно снимите свой карбюратор посмотрите что там творится внутри увидите и сразу поймете о чем я говорю я не стал показывать как это все делается это делалось очень долго и не в один день короче ну все вот это вот я сделал вот она воздушная заслонка отсюда поступает воздух потом смешивается с бензином и отсюда выходят цилиндры вот все дела закрываем заслонку смотрите я поменял здесь вот болтики нашел вот такие болтики с маленькими шляпками стояли здесь вот такие вот вот он маленький болтик такой у него гровер ну гровер зафиксированный туго как бы он не слетает не знаю как китайцы такие ставят булочки или нет откуда этот карбюратор у меня на моторе стоял естественно я не знаю но болтики но такое ощущение что они прям японские вот короче вот я нашел таких вот 4 болтика его все заслонки я прикручу на вот такие болтики вот смотрите сейчас я вам покажу просто напросто вот этот болтик вот так торчит сейчас а этот болтик торчит вот так вот и когда открывается камера вот она она перекрывает половина ну как бы не половина но большой выступ у нее стоит и поэтому я вот нашел такие маленькие болтики и поэтому я хочу поменять чтобы вот как бы сопротивление воздуха и на отопливный потом заслонки тоже такие же поставлю 4 штуки нашел вот если кому-то будет полезно поищите конечно вот смотрите как шляпа торчит здесь и как шляпа торчит здесь вот они это выступ это сопротивление большое воздуха вот а сейчас покажу как сейчас скажет кто-то без гравера там поставишь он открутится улетит цилиндр нет ребята я сделаю по-другому сейчас я вот этот болтик откручу и покажу вам для чего мне нужен лак берем лак и просто напросто маленькой капли капаем сюда на болтик на резьбу лак загустевший это тоже хорошо вот а а потом лак сразу не засыхает его вкручиваем этот болтик туда все больше здесь ничего делать не надо вот она заслонка стоит на маленьких болтах смотрите и она теперь выпирает немного будет упирают как бы можно их и покороче мне кажется уже пространство воздушное пространство будет очень большим и проход не будет мешать воздуху вот при этих больших вот при таких больших болтиках которые сильно торчали с большой с высокой шляпы мне кажется как бы это будет эффективнее смотрите как у меня тут отполировано все ставим вторую заслонку перед тем как и снимать я пометил как она стояла но естественно вот этим отверстием вниз вот и с какой стороны она стояла смотрите не перепутайте потому что она здесь как бы сделано маленько с конусом вот он конусок и не знаю видно будет это на камере или нет вот она она как бы здесь вот сюда завалено а здесь завалено вот сюда если вы по-другому поставить она не будет перекрывать так канал топливный и все это будет мешаться вот мы так вот ставим как она была поправляем и сразу тоже ее не закручиваем на болты вот такие же болтики подставляем их затягиваем потихоньку так сейчас значит короче один болтик откручиваем магнит надо было взять вот у нас она держится нормально все снова капаем на болтик лака и вкручиваем его туда неудобно конечно все но ручки не такие уж маленькие не детские вот все вкрутили подтянули я не думаю что они открутятся они очень плотненько селись очень хорошо и будет держать лак все она вот он лак подсох все прекрасно все хорошо держится все хорошо будет работать лак теперь нам не нужно убираем вот теперь у нас вот эти каналы остаются здесь мы что делаем тут у нас чистенько все хорошо ставим диафрагму и поджимаем вот этой крышечкой все совмещаем вот у нас крышка распределилась ровненько мы она еще не подтянуты чтобы хорошо как бы стояла хорошо осела и теперь потихоньку начинаем по кругу по часовой стрелке поворачивать понемногу по пол оборотика вот уже пошло сопротивление я вообще вот двумя пальчиками только это делаю все потихоньку потихоньку мы ее подтягиваем все вот они уперлись фактически все больше их не надо подтягивать не надо их тянуть сильно теперь ставим сюда эмульсионную трубку вот этим верхом она сюда вот у меня выпилена я не знаю как на каких машинах моторах но вот она короткая получается вот ее вставляем туда и закручиваем и закручиваем жиклером она жиклером поджимается и ставим вот эту заглушку заглушка стоит вот здесь слабенькая стала но ничего она тут должна стоять вот теперь у нас осталось 100 поплавок и затягиваем болтиком каким болтиком вот наверно вот этим вот он без шайбы безо всего он просто подтягивает поплавок так держит чтобы он не вывалился вот с этой прокладочкой короче помучился конечно естественно она у меня полежала и стала такая ну как бы стянулась сильно ее не растягивайте не тяните лучше как бы маленько подтяните поставьте на крышку если она долго хранилась не закрученная вот я ее подтянул он у меня 3 минут 30 полежала все осела как бы и тоже так же потихоньку подкручиваем болтики не затягивая их сразу держим пальцем конечно одним вот маленько он коснулся все хватит второй болтик подтягиваем тоже затягиваем вот он все подошел вот чуть маленько его подтянули потом подтянули этот и по кругу опять так же пошли несколько раз соприкоснулся хватит соприкоснулся хватит вот этот подтянули этот подтянули опять и вот таким образом по кругу все проходим вот на карбюраторе у меня вот такой вот номер не знаю как он расшифровывается где он написано но по ощущениям карбюратор вообще сделан аккуратно сделанный как бы на совесть у него тут все хорошо все нормально отклики таких сильных нету вот теперь моя заслоночка работает прекрасно все перекрывает тут вся блестит вот здесь вот это вот все сопротивление получается отсюда пошел воздух там из жиклера эмульсионные трубки смешивается бензин с воздухом и идет сюда уже в цилиндры здесь сейчас вот никаких заусенец нету я думаю оно вообще будет прекрасно работать прекрасно ну и остался у нас теперь один жиклерчик вот его тоже подкручиваем вот все он у меня уперся не надо тянуть с дури потихоньку отверткой я теперь его отверну примерно ну на полтора два оборота пока пол оборота оборот полтора все я больше с него трогать не буду вот мой карбюратор собранный все прекрасно все хорошо заслонки работают вот топливная заслонка хорошо как бы прекрасно открывается и теперь нет вот этого сопротивления и воздушная заслонка тоже так же открывается вот все остальные регулировки я уже доведу на моторе это уже будет в процессе того когда будет карбюратор поставлены на мотор вот такую как бы ТО сделал я своему карбюратору и буду теперь пользоваться ему поставлю на лодку потом там уже конечно на воде все остальное подрегулирую топливный короче жиклер подачу топлива как все будет обороты естественно когда я заслонку снимал я вот этот винт тоже откручивал вот он у меня даже не касается сейчас я его ну как бы чтобы маленько приоткрыть все это потом сделается в процессе заводки вот видите вот я винтик кручу вот заслонка начинает приоткрываться а так она у меня плотненько стоит все я его сейчас закручу чтобы не потерять вот потом я его когда буду ставить уже на месте откручу и вот эти вот болтики мне очень понравились я их искал прямо не знаю но нашел вот именно 4 штуки ну вот и все друзья мои вот такое короткое видео хотел показать вам смотрите делайте разбирайте свои карбюраторы смотрите если все это будет полируйте полируйте чем меньше воздух будет сопротивляться с топливом где тут в этих каналах просто разберите свой карбюратор я его когда разобрал посмотрел и просто ахнул вот я